В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Инвалиды хотят работать. Уже в третий раз наши индийские друзья организовывают выставку-продажу. И она неизменно привлекает внимание карагандинцев. Более подробно в сюжете Сергея Высокосова. Реставрируется комплекс «Вечный огонь». Чем гордятся студенты Карагандинского коммерческого колледжа? Люди с ограниченными возможностями просят у общественности дать им возможность трудиться и быть полезными для своей страны. Подробности в следующем сюжете. У каждого из этих людей разная судьба и жизненные обстоятельства. Однако есть то, что их объединяет и делает единым. Слепота. У одного врожденные, у другого приобретенные. Несмотря на свои ограниченные возможности, они могут и, самое главное, хотят работать на производстве. Есть пословица «Глаза боятся, а руки делают». Здесь же поговорка чуточку другая. Глаза не видят, а руки могут делать. К нам в редакцию обратились сразу два общества. Городское и областное общество слепых. У них имеется не требование, а огромная просьба. Дайте нам возможность работать. Хочет работать, но такое рабочее место нет. Есть некоторые предприятия, в цехах которых работают люди с ограниченными возможностями. Однако количество мест ограничено. А в Пришахтинске, по словам членов общества слепых, есть один, правда, нерабочий цех. Его можно переоборудовать, например, в швейный. Помещение есть, рабочая сила есть, всего остального нет. У нас есть предприятие, которое стоит. Мы хотим работать. Мы хотим, чтобы нам предоставили работу. Там цеха простаивают. По словам этих людей, у молодых после окончания школы нет возможности найти себе рабочие места. Вот заканчивают дети школу, скажем, там, 10 лет. Им некуда идти абсолютно. А так бы они, если бы было предприятие, это государство помогло бы восстановить. То они, пожалуйста, бы работали, бы знакомили, бы создавали бы семьи. Опять же, кружки. Раньше вот на предприятии всякие кружки тоже были. Главное требование этих людей – работа. Мы хотели бы, чтобы государство помогло поднять этот производство. И у нас бы все проблемы решились с работой. В стране людям с ограниченными возможностями оказывают должное внимание. Выделяют пособия, предоставляют скидки. Но работать им не дают, считая, что они не способны трудиться, как и обычные здоровые люди. Но, как говорится, было бы желание. Оно как раз у этих людей есть. Амина Смакова, Габиден Гуржбеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан, генерал-майор полиции Ерлан Тургумбаев посетил Карагандинскую область. Правая рука министра первым делом нанес визит в Октябрьский отдел полиции Управления внутренних дел города Караганды. Подробности далее. Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан прибыл в нашу область, дабы разъяснить карагандинским стражам правопорядка задачи, поставленные президентом в послании. Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее. По словам Ерлана Тургумбаева, шахтерский регион имеет огромный потенциал для страны. Именно по этой причине нужно разложить по полочкам все указанные цели в послании лидера нации. Карагандинская область имеет большой потенциал, потенциал инновационный, потенциал технический, потенциал человеческий. Ерлан Тургумбаев отметил, что теперь именно с первых руководителей полиции будут жестко спрашивать за каждого променившегося сотрудника. Будут ужесточены квалификационные требования и требования по прохождению аттестации. Все это будет совершаться для того, чтобы у граждан появилось доверие к полицейским. Самое главное, чтобы мы обеспечили эту работу на таком уровне, чтобы каждый гражданин, каждый у нас человек на своем месте максимум привозил усилий для претворения в жизни тех программных принципов, которые озвучил глава государства. В конце встречи заместителям министра внутренних дел страны было сказано, что в ближайшее время будет принят закон об органах внутренних дел, который будет значительно обширнее, чем закон о правоохранительной службе. В новый закон будут включены социальные гарантии сотрудников в органах внутренних дел и задачи каждого полицейского. Также будет принят еще один закон о дорожном движении в Республике Казахстан, который станет азбукой для каждого водителя. Амина Смакова, Карат Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В своем нынешнем послании президент страны Нурсултан Азарбаев отметил, что нужно уделить особое внимание оказанию государственных услуг населению. Об этом и многом другом сегодня говорил председатель Комитета по автоматизации государственных услуг и координации деятельности Центров обслуживания населения Министерства таможенного контроля Республики Казахстан Багдад Мусин. Встреча проходила в здании Центра обслуживания населения города Караганды. Здесь также присутствовали заместитель Акима города Ирина Любарская и директор филиала РГП Центр обслуживания населения по Карагандинской области Талиубай Кусаинов. Собравшиеся обсуждали нынешнее послание президента страны Нурсултана Азарбаева «Казахстанский путь-2050», где были обозначены основные положения программного документа. Багдад Мусин в своем выступлении отметил, что по показателям 2013 года в Карагандинской области по программе жилищно-коммунального хозяйства введено в эксплуатацию 299 тысяч квадратных метров жилья, что на 11% выше 2012-го. Он также говорил о качественной реализации программы «Агробизнес-2020», где основной упор делается на развитие объема валовой продукции сельского хозяйства. Еще одной темой для обсуждения стала государственная программа «Саламат-Казахстан», где акцент делается на строительстве объектов здравоохранения. Завершена реконструкция кардиохирургического центра, а также капитальный ремонт, текущий ремонт 79 объектов здравоохранения. Третьим отдельным вопросом послания является четкое указание главы государства по началу проведения процесса модернизации, а именно построения наукоемкой экономики. Сейчас нам всем необходимо сконцентрировать внимание на привлечении зарубежных инвестиций, используя для трансферта в нашу страну знания и новых технологий. В послании президента четко говорится о развитии образования в стране. К примеру, на сегодняшний день в Карагандинской области дошкольным образованием охвачено 98% детей. Такой вопрос, как развитие малого и среднего бизнеса в стране, не остался забытым. В развитии программы «Дорожная карта бизнеса-2020», работа центров обслуживания населения играет немаловажную роль, отметил Багдад Мусин. Официоны оказывают государственные услуги бизнесменам. Из наших 171 государственные услуги оказываны в официоне на сегодняшний день, 102 оказываются тем или иным способом юридических лиц, то есть бизнесменам. И если мы эти услуги будем качественно предоставлять, если мы будем без всяких бюрократических проволочек оказывать эти госуслуги, и бизнесмены вовремя будут получать те или иные документы в центрах обслуживания населения, то это будет наша лепта в развитии малого и среднего бизнеса. В ходе встречи работники центров обслуживания населения задавали гостю интересующие их вопросы касательно их деятельности. Официоны из года в год поступают больше, мы оказываем из года в год, нам добавляются услуги, например, разных видов. Один инспектор, мне кажется, не может всю сферу освоить качественно. Получается, нельзя ли в будущем, например, чтобы были у каждого инспектора, разделить 5 человек занимаются ЗАГСом, 5 человек, например, в юстиции. Этот вопрос мы обсуждали на уровне комитета, на уровне РГП, я соответствующее получение дал. Они сейчас будут считать, сколько от потока населения, сколько примерно людей нужно в той или иной отрасли. И мы не будем конкретно разделять, но мы будем по метку себе делать, что этот сотрудник, он профессионал в недвижимости, то есть он может оказывать по другим линиям услуги, но именно профессионал в недвижимости. Потому что, например, если по недвижимости будет больше людей, чем нужно, а ФАЗАК, что не будет, нам будет это плохо, ну, в смысле, на нашей деятельности это плохо скажется. И действительно будут некачественные показатели, именно некачественные услуги, некачественные консультации и так далее. Сейчас центры обслуживания населения работают в электронном формате, и люди в любое время могут получить ряд государственных услуг. В свою очередь, сотрудники таких центров всегда готовы дать нужную консультацию. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтяр Успан, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. Состоялась рабочая поездка Акима области Бауржана Абдишева в города Жесказган и Сатпаев. Глава региона ознакомился с работой региональных предприятий в рамках диверсификации экономики. В Жесказгане Бауржан Абдишев посетил ТОО производственная инновационная компания Ютария ЛТД и ознакомился с деятельностью этого предприятия. Осмотрел готовую продукцию, беседовал с работниками. Сегодня мы, используя производственные свои мощности, запустили выпуск гостиничного, ресторанного текстиля, домашнего текстиля, текстиля для детских садов, медицинских учреждений. То есть сегодня это возможности расширяем. На предприятии работают 397 человек. Объем выпущенной продукции в 2013 году составил более 940 миллионов тенге. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» на ТОО Ютария ЛТД реализовано два проекта – расширение и модернизация швейного производства стоимостью 420 миллионов тенге, а также создание индустриальных прачечных стоимостью 386 миллионов тенге. За счет республиканского бюджета выполнены работы по строительству объектов инфраструктуры на сумму 15,9 миллиона тенге. Благодаря реализации названных проектов и в целом модернизации производства ТОО Ютария ЛТД в 2013 году перешло из категории малого бизнеса в категорию среднего бизнеса. Еще одним объектом посещения стало тепличное хозяйство компании «Улытау Флора», предназначенное для обеспечения населения Жасказганского региона свежими овощами и выращивания однолетних цветов для озеленения города. В хозяйство входят 15 теплиц, а также парники и административно-бытовой комплекс. В прошлом году здесь было выращено 10 тонн огурцов, 1 тонна зелени, 260 тысяч штук цветов. С начала 2014 года уже получен урожай – 18 тонн огурцов, посажено 600 тысяч штук семян однолетних цветов. В рамках комплексного плана «Казахмыс» в 2014 году направит порядка 3 миллиардов тенге на объекты социальной инфраструктуры. На эти средства будет реконструирован Уитас Айдольский водовод, возведена Стелла Металлургом в Жасказгане в знаменовании 60-летия города, отремонтирована Жасказганская мечеть, благоустроен сквер в Сатпаеве, а также отремонтирован ряд дорог районного значения, установлены детские площадки, отремонтированы больницы и многое другое. Рабочая поездка Акима области продолжилась в городе Сатпаеве. Здесь Бауржан Абдешев посетил ТОО «Випшина», которая специализируется на оказании сервисных услуг производственного характера и восстановление отработанных автошин, большегрузных автомобилей ТОО «Корпорация Казахмыс». Мощность этого завода – 2000 шин в год. Он является уникальным предприятием на всем постсоветском пространстве, где применяется технология холодного восстановления шин с использованием новейшего оборудования германской компании «Рослер Групп», что позволяет увеличить срок их службы. В продолжении рабочей поездки Акима области осмотрел многоквартирный дом, строящийся по улице Комарова. В этом пятиэтажном двухподъездном доме насчитывается 35 квартир. Затем Бауржан Абдешев провел совещание о ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития городов Жесказган, Сатпаев и Улутаушково района на 2012-2020 годы. Аким Сатпаева Ануар Умаров доложил о проделанной работе по тому пункту комплексного плана, который касается принудительного отчуждения земельных участков, относящегося к городу Горняков, поселка Жесказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и ГРП для государственных нужд в целях разработки месторождения полезных ископаемых. Переселение поселка Жесказган будет производиться в два этапа. Первый этап проходит в текущем году, второй намечен на 2015-2016 годы. Всего в поселке Жесказган и прилегающих населенных пунктах 632 строения. В них проживает 2557 семей. Здесь же расположены 56 объектов малого предпринимательства. Всего для переселенцев необходимо построить 40 многоквартирных домов и 414 двухквартирных малоэтажных домов. Главой региона было подписано распоряжение о утверждении соответствующего плана мероприятий. Это впервые, что мы таким вопросом переселения занимаемся. Как такового рода, значит, опыта нету. Но здесь надо называть сложную работу. Все должны понимать и население вы должны информировать, особенно жители переселяемых пунктов, населенных, что никто на улице не остается по всем вопросам проработали. Это вы делаете, я знаю, но еще активно надо всем объяснять. Все будет на законодательной основе. 25,9 миллиарда тенге в реализацию плана вкладывает Казахмыс. А затем Акимобласти Боржанабдешев и председатель правления ТО корпорации Казахмыс Эдуард Огай подписали план совместных мероприятий в рамках реализации комплексного плана. Глава региона поблагодарил руководителей медной компании за активное сотрудничество. Реализация данного плана придаст новый импульс развитию региона на 40 ближайших лет. Резюмировал Боржанабдешев. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercules. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. В Караганде приступили к реставрации комплекса «Вечный огонь». К празднованию Дня Победы работы будут закончены. С 70-х годов прошлого столетия, когда «Вечный огонь» был возведен, его ни разу не ремонтировали так капитально. Автор комплекса «Вечный огонь» наш карагандинский скульптор Кожабеков. До реставрации своей работы он, к сожалению, не дожил. Но авторская работа будет сохранена полностью. Так обещал главный архитектор города Канат Мусаев. Рельефные элементы – это уже авторская работа. «Вечный огонь» – «Звезда» тоже. Как бы их не трогая, менять, допустим, строительные материалы. Это что строительные материалы? Там черный габр, красный гранит и мощель. И надписи здесь в 1941-1945 годах. Их просто восстанавливают, чистят, его не трогают. А чисто облицовываются материалы, меняются. Небольшой сквер с комплексом «Вечный огонь» – одно из любимых мест отдыха карагандинцев. К сожалению, даже памятники ветшают от времени. Но очень скоро комплекс заиграет новыми красками. И ветераны вновь будут с гордостью рассказывать о своем героическом прошлом молодежи, собравшемся у «Вечного огня». А молодые супружеские пары снова понесут сюда цветы как дань уважения и признательности своим предкам. Сергей Высокосов, Габрилиан Курушпеков, Матьяр Успанов, Первый карагандинский. Профессия «Моя гордость» – так назвали свой творческий конкурс студенты-повара Карагандинского коммерческого колледжа. Сегодня хорошего повара довольно трудно найти. И подготовить качественного специалиста непросто. На технологическом вечере побывал и наш корреспондент. «Ведь приготовление пищи – это целое искусство, которому и посвящен наш прекрасный, профессиональный праздник, профессия моя, гордость моя». Технологический вечер – это старая добрая традиция Карагандинского технологического колледжа. А здесь молодые технологи-повара оттачивают свои умения и знания. Приготовление пищи – это не яичницу поджарить на завтрак. Хотя многие и этого сделать не смогут. «Технологический вечер и Карагандинский коммерческий колледж – это два понятия, которые нельзя разъединить. Я еще, будучи студенткой этого колледжа, принимала участие в таком же конкурсе. Это конкурс профессионального мастерства наших студентов. Здесь они показывают все, на что они способны. Не только выпускники, но и те, кто впервые переступил порог колледжа в этом году». Колледж готовит высококлассных специалистов с 1966 года. Сама Роза Бабенко, прежде чем стать директором учебного заведения, была студенткой коммерческого колледжа и прекрасно помнит, как проходили технологические вечера раньше. Энтузиазма было не меньше. Какие команды придумали сегодняшние студенты? Охотники за удачей, Экстрим, Эмпанада, Патрика. «Нам нужна всегда удача!» «Только так, а не иначе!» «Наши выпускники на сегодняшний день очень востребованы. Не мне вам рассказывать, что в условиях такой жесткой конкуренции по Карагандинской области, сколько вот у нас ресторанов, кафе открыто, каждый работодатель заинтересован видеть грамотных специалистов. И вот таких вот специалистов готовит наш колледж». Где только не работают выпускники колледжа. По всему СНГ можно найти востребованных поваров, технологов с дипломами Карагандинского коммерческого колледжа. Сегодняшние студенты с уважением относятся к выбранной профессии. «Каждый год у нас проводится технологический вечер. Эта команда входит в соревнования официантов, соревнования поваров, соревнования кармингов и соревнования вот этого всего. Каждая группа делает свою презентацию, показывает, на что мы способны». В подобных конкурсах главное, наверное, не победа. Хотя стать лучшей командой года довольно престижность. Главное же почувствовать драйв, гудение в крови, желание удивить своим искусством. Все это в конечном итоге скажется и на качестве учебы. Сергей Высокосов, Габиден Курышпеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Департамент внутренних дел Карагандинской области провело весеннюю спартакиаду. Участниками стали подростки, которые состоят на учете. Спартакиада состоит из двух игр – теннис и футбол. Наш корреспондент побывал на месте этого спортивного события. Департамент внутренних дел по Карагандинской области совместно с Управлением спорта и туризма организует спартакиады между подростками, которые уже состоят на учете. На этот раз спартакиаду провели в школе номер 6. Участники состязались по двум видам спорта – футбол и теннис. По словам сотрудников органов внутренних дел, главная цель спартакиады – это вовлечение трудных подростков в активную жизнь, где нет места воровству, наркомании и многим другим проблемам. Вовлекать трудных подростков в здоровый образ жизни, занятие спортом, формировать законопослушное поведение, установить доверительные отношения между сотрудниками органов внутренних дел и несовершеннолетними. Всем молодым спортсменам после окончания игр вручили грамоты и призы. Амина Смакова, Габидин, Гуржбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. По поддержке областного управления образования и научно-педагогического центра «Сарар Кадарына» в школе-интернате для одаренных детей имени Нурмакова прошла школьная олимпиада ТАНН-2014. В конкурсе свои знания показали около 160 учеников из Карагандинской области. Подробности в следующем сюжете. В олимпиаде принимали участие ученики четвертых классов общеобразовательных школ, лицеев и гимнадий. Ребята показывали свое знание по четырем школьным предметам. Главной целью проведения данной олимпиады является развитие государственного языка и выработки у детей интеллектуальных способностей. Директор школы Есентай Ашимов рассказал о главных принципах проведения данной олимпиады. «Ученики старших классов принимают участие в более масштабных олимпиадах. Ну а детей начальных классов мы готовим уже сегодня, чтобы они завтра были готовы показать высокие результаты в республиканских олимпиадах». Оценивали старания детей компетентное жюри. Им предстояла нелегкая задача выбрать самых лучших учеников школьной олимпиады. Все школьники показали высокие результаты. Конечно, в этом огромная заслуга преподавателей школ региона, которые неустанным трудом дают качественное образование нашим детям. Школьная олимпиада Таным-2014 дает огромный толчок в самостоятельном процессе образования школьников. Об этом говорят и сами участники. «Я ученица четвертого класса школы номер 92. Очень рада, что сегодня, принимая участие, готова приложить все усилия, чтобы оправдать все надежды своих преподавателей. Проводимые школьные олимпиады полезны тем, что развивают у детей способность к мышлению, логике, что крайне необходимо для качественного образования. Хочется отметить, что конкурс знаний также поможет детям при сдаче единого национального тестирования, где каждое задание содержит критерии и ответы для самопроверки». Гульнур Жакен, Габидин Курушпеков, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. И еще об одном. Маленькая Индия в Караганде. В очередной раз жители шахтерской столицы могут оценить самые разнообразные товары из страны Махараджи и познакомиться с многовековой культурой Индии. Сергей Высокосов одними из первых побывал на открытии выставки. Восточный базар всегда привлекает яркостью красок. Но в этом нет ничего архаичного. Даже если вы ничего не купите, радужное настроение вас не покинет, по крайней мере, на весь день. Каждый предлагаемый товар несет собственную атмосферу индийских простор. Это вам не ширпотреб. Здесь чувствуется рука мастера. Бижутерия из Индии вызывает особый интерес. Каждый камень, помимо своего назначения, несет теплые чувства огранщика. Правильно подобранное украшение может служить вам оберегом на долгие годы. Такой широкий ассортимент товаров из Индии был три года тому назад. Организаторы выставки-продажи с удовлетворением отмечают с каждым годом возрастающий интерес каркандицев с товарами из Индии. Очень большой ассортимент товаров. Разные виды, ручная работа. И самая, как можно, визитка, это выставка, что здесь в этот раз привезли консультантов специально из Индии, которые сами это сделали у кого-то, фабрика, заводы. Они сами пришли, что оптовые мы могли, клиенты с партнерами здесь найти и вам объяснить полностью о наших товарах. Еще одна изюминка маленькой Индии в Караганде. В этот раз у строителей привезли много мебели индийских мастеров. Палисандр очень привлекателен и сам по себе, но после обработки мебельщиков и художественных мастеров он становится неотразимо привлекательным. Аромат Индии можно унести с собой. Более 20 сортов чая предлагается на выставке. Причем упаковки самые разные, от 5 килограммов до стандартных привычных. А ткани, сказать веселые, ничего не сказать. Они индийского качества. А цены приятно вас удивят. Малая Индия в Караганде уже заработала. Зал бокса в спортивном комплексе имени Сапиева на время стал торговым центром. Атмосферу подогревают танцы, песни, которые звучат с большого экрана. А мы под шумок решили задать неожиданный вопрос первым посетителям выставки. Ответ должен быть самым откровенным. Как ваше впечатление от выставки? Напугали. Ну богатая, богатая выставка, много всего. Походим, посмотрим, приценимся, приобретем чего-нибудь. А приобрести есть что? От милых мелочей до мебели и шуб. Если бы вы пришли сюда всей семьей, то каждый член семьи сможет открыть свою Индию. Мы всех приглашаем в нашу выставку, и что вам это будет очень приятно. Хорошая выставка, атмосфера хорошая. Можем индийскую культуру вам показать. Приходи, налетай, покупай. Стать настоящим индийцем вы сможете в центре бокса имени Сапиева на юго-востоке. Сергей Высокосов, Габиден Куружбеков, Бахтияр Успанов, Первый, Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Я благодарю вас за внимание. Аман Сауголмстар. Аман Сауголмстар.